Чемпион мира по смешанным единоборствам Фёдор Емельяненко стал почётным гостем форума Машук. Встречали знаменитого спортсмена угощениями и песнями, а после буквально завалили вопросами. О том, что окрыляет спортсмена, в чём он нашёл смысл жизни и как изменилась спортивная карьера со времён его последнего визита на форум. В числе первых ответы на все эти вопросы услышал и Леонид Нечапуренко. Давно на Машуке не было такого ажиотажа. По аллее между площадками форума прогуливается легенда смешанных единоборств. Многократный чемпион мира Фёдор Емельяненко. Торговцы кофе угощают его кофе, молодые фермеры нахваливают свои консервы, случайные прохожие хватаются за телефоны и пытаются сделать селфи. Знаменитый спортсмен останавливается возле каждого стенда и внимательно знакомится с представленными проектами. А когда добрался до специальных шатров республика с КФО, чемпиона встречали песнями. Между тем на встречу с Емельяненко собираются все новые и новые участники форума. Они едва помещаются в самом большом павильоне. Все трибуны заняты, гости располагаются на земле и сбоку от сцены. Что для вас сейчас, Машук? Спасибо. Для меня, ну конечно, каждый раз я испытываю колоссальные эмоции. После общения с вами, я не знаю, я, например, чувствую себя, как улетаю отсюда на крыльях. То есть настолько приятно, настолько радостно общаться с сегодняшней молодежью. Бойца буквально забрасывают вопросами. Спрашивают разное. О детских воспоминаниях, спортивной карьере и даже о смысле жизни. Смысл жизни, конечно, есть. Для меня, верующего человека, православного, смысл жизни прожить эту жизнь так, чтобы войти в Царствие Небесное. Ну, наверное, у каждого свой путь. В любом случае, в любом случае, конечно, попытаться найти, обрести Господа Бога. Тогда, наверное, все станет на свои места, тогда и совесть будет работать по-другому. Но, конечно, прислушиваться к голосу совести. Не могли не затронуть на встрече тему Олимпиады в Рио. Емельяненко радуется за золотых триумфаторов дзюдоистов, но переживает из-за попыток политизировать современный международный спорт. Очевидным их доказательством, по мнению чемпиона, стали последние допинговые скандалы. Здесь понятно, это скорее политическая сторона, а не спортивная. Уже сто раз говорили об этом мелдронате. Препарат был разрешен. В определенный момент его запретили, но он имеет накопительный эффект. Вот и все. Практически все наши сборные. Я сам, когда был в Кисловодске, допустим, тренировался здесь, на базе, я сам употреблял мелдронат. Емельяненко на Машуке уже не первый раз. Год назад на такой же встрече гости форума узнали, что тяжеловес возвращается в большие бои. С тех пор были новые победы. Последняя была достигнута вообще каким-то сверхусилием. Но Федор признается о том своем решении и совершенно не жалеет. И дает участникам форума совет, который можно считать универсальным рецептом успеха. Необходимо побеждать себя каждый день. Необходимо преодолевать в любой деятельности, в любой деятельности, не только спорт, конечно. Если вы хотите добиться успеха, вам необходимо прикладывать больше усилий, чем кто-то другой. Вечером участников форума тоже ждало кое-что особенное. С самого начала смены традиционные вечерние концерты на главной сцене проходили в рамках дня определенного региона. Лучшие артисты субъектов округа специально приезжали на форум с самыми яркими номерами. Но в этот раз все по-другому. На форуме объявлен день СКФО. А концертную программу участники готовили своими силами. Таланты нашлись в каждой делегации. Несколько дней напряженных репетиций. И вот оно, то самое заветное выступление. Судя по реакции зрителей, получилось весьма неплохо. Леонид Нечапуренко, Ставропольское телевидение, с форума Машук-2016.